Какой самый странный способ, вот как Бог говорил к вам? Прямо как у тебя спасался вот так. Не, вот понятно, это же... Что, странно? Вот странным, через кино говорил Господь когда-нибудь? Да, говорил. Через неверующих каких-то людей было, а что, да? Да, было, говорят люди. Через пьяного, пожалуйста. Через пьяного. То есть, да, вот как бы иногда думаешь, почему Господь избирает такие способы говорить, ну, как бы не очень святые, как бы мы, допустим, выбирали. И я не знаю, честно говоря, почему. Может, для того, чтобы показать, что Он всем владеет. Может, чтобы показать, что для Него не проблема. Я вспоминал в Израиле, если вы помните, было такое послание «Кто пойдет во тьму». Что Бог показал, что есть сферы, которые мы приняли, что это дьявольское. Там это все Его, там нам делать нечего. Действительно, до какой-то поры там делать нечего. Туда не надо лезть без посланничества. Но по мере того, как мы растем, и чем дальше, тем больше начинаешь понимать, что... Давид говорит, куда мне пойти от Духа твоего. И одно видение, которое я видел, когда мы были в Ялте, и мы стали молиться с Костей и с Викой. И, ну, я уже говорил, у них там большие перемены сейчас намечаются в жизни. И в этом я вижу видение во время этой молитвы, после разговора. И то, что я увидел, я даже не сказал им, потому что я смутился от того, что я увидел. Именно мозгами. Духом все отлично принял. То есть я понял смысл, я понял послание. Но мозги, включившись, и потом я даже, как бы, это видение, я его откинул. Ну, я ушел, я им ничего не сказал за это видение. Я его откинул, и несколько дней оно возвращается и возвращается. И я думаю, окей, понимаю, значит, надо что-то с этим делать. То есть нельзя просто отшвырнуть его. Если, Господь, ты выбираешь способ говорить через это, значит, так тому и быть. И бывает, что Бога можно увидеть, ну, зная Бога, зная Его голос, мы Его можем увидеть в местах, где мы не ожидаем Его увидеть. Но зная Духом Его, ты не можешь сказать, это не Бог был. То есть ты понимаешь, это был Господь. Почему так? Я не знаю. И вот какое-то время назад вот эта вот звезда Давида, так называемая, то есть для меня она была таким символом, который я не хотел вообще ничего общего с ним иметь. И я считал его таким, ну, это не наше точно, не Божье. И как сильно все Бог меняет. Он показывает, что все, что есть в мире, вышло из духовного мира. Все, что есть в этом мире, вышло из мира духовного. То, что оккупировал сатана, не значит, что это его. Да, есть сферы, которые он оккупировал наглухо так, что даже захотев, ничего там невозможно увидеть чистого. Даже вот напрявшись и говорить, ну, это-то точно от дьявола. Это-то точно от дьявола. И в этой, ну, короче, ближе к делу, что я, ну, рук до около, что я сегодня принес карты. Последний раз карты я держал в руках. Ух, я не помню, что это был за год. На Неаполе мы их сжигали. Колод 20, наверное, игральных карт, которые пришли в подарках детских из куда-то, с Америки, что ли. Там я не знаю, откуда они были эти, с Англии. Там было много карт. Но вы знаете, что там, там, за границей, вот западной культуре карты не имеют такого значения, как они имеют у нас. Вот в нашей вот русской, так говоря, культуре. Потому что у нас с чем это вообще все связано? Это все связано с преступностью, с оккультизмом. То есть, да, вот оккультизм и преступность. Вот там, где вот все, обманы какие, вот какие-то малины, вот самые бандитские, там всегда карты сидят, тюрьмы, да. Вот у нас все это связано. Или гадают там, вот цыганки гадают что-то, гадания какие-то вот. То есть, нечистая. И я даже везде говорил, что вот это в дом не вносите, потому что это нечистая вещь. То есть, это вещь, конкретно посвященная врагу. И я никогда бы не мог подумать, то есть, сжигая эти колоды карты, еще такие карты хорошие, пластиковые были, не вот это вот барахло, что сейчас. Я никогда бы не мог подумать, что когда-то я пойду и куплю колоду карт. И это может быть одно из посланий, которое я сейчас поделюсь. Оно вот там, где именно малодушие так сильно мешает. Мне лично. Потому что мозгами мне не хочется вообще вот этого касаться. Но я вот Господу уже несколько раз говорю, Господь, ну почему ты шахматы какие-то не выбрал, чтобы дать откровение? Ну домино хотя бы. Ну почему карты? Ну почему карты? Не, ну, ну что, игр что ли нету каких-то таких? Никто ж в шахматы не убивал никого за проигрыш в шахматы. А карты, да, вот сегодня взять, они очень, не одну судьбу человеческую решили. То есть, были люди, которые лишились жизни из-за каких-то вот карточных своих долгов, или, как он говорит, в тюрьму заходят, тебя садят играть в карты. Потому что если ты, ну, ты попал, все, можно сказать. Если ты влазишь вот в это. Почему? Потому что, ну, в шахматах шулерство тяжело проворачивать. Здесь же это можно вот так. Здесь настолько враг, ну, как бы это его элемент. Это вот все равно, что для меня всегда это было. Все равно, что взять иньянь, да, вот что там, там же ничего хорошего. Или анг какой-то. Знаете, эти египетские кресты вот с этим наверху с таким дырочкой. То есть, какие-то символы, которые конкретно всегда вот в моей голове это что-то целиком и полностью оккупированной тьмой. При всем моем желании вот здесь я никогда не мог увидеть ничего хорошего. Ничего. Никакого. Вот чтобы взять и привести это на служение. Я, конечно, не знаю. Может, после служения я это сожгу или выброшу. Но я не собираюсь это хранить, конечно. Ну, в этом видении я увидел следующее. Сейчас я вам покажу. Ну, приблизительно. Приблизительно вот что-то было сейчас. Что-то было. Вот, вот. Ну, вот такое вот что-то там. За цифрой 10 или там, ну, я не знаю, какой-то. То есть, какие-то вот тут цифры были. И как бы вот. И за ними уже появляется вот такая вот. Карта с картинкой. То есть, вначале я видел вот эти цифры шли. И потом я уже видел, открывается уже картинка. Я не помню, честно говоря, там конкретно. Что, валет Бубе или чего там был. Я увидел картинку. Я понимаю, что сейчас, да, вот мы и так как бы такие немножко служения у нас. Много преткновения у людей. А тут еще с картишками вот увидят и скажут, ну, все, 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 тут уже все. Тут уже все. Мы терпели до последнего, но это было последней каплей. Итак, что же... И вдруг я начинаю получать откровения. Я не понимаю, почему так. Может, потому что действительно уже мы движемся туда, на территорию сатаны. Это территория сатаны. Вот это для меня всегда было. То есть, я с этим ничего общего, касаться этого не хотел. Конечно, мы не играем в карты. Мы не... Дома этими не будем. То есть, это чисто вот, чтобы поделиться. Но я не мог игнорировать... Вот у меня откровений после сонма много. Других, хороших. Почему карты? И почему именно Бог говорит, высвобождаю это? Окей, я послушен, я делаю то, что он сказал делать, как я верю. Что будет дальше уже, то что будет, то будет. Рассказываю пример один, вот перед картами. Тренажерный зал, куда я хожу. Вот есть такие примеры красивые. Это некрасивый будет пример. И я в душ всегда иду после. Как потренируюсь, я не могу... Ну, мокрый, вонючий. Я в душе, я в тапочках. Я очень брезгливый человек в этом смысле. То есть, я босиком не пойду никогда в общественный душ. Я приношу тапочки. То есть, есть люди, которые... Ну, не брезгливые там, да. Я такой все-таки более брезгливый, чем не брезгливый. То есть, вот... Знаете, вот как-то бывает в гости, я помню, мы попали, и нам налили чай, и мне было неприятно его даже трогать. Ну, какие-то странные грязные чашки такие. И непонятно, с чего там это все вварилось. Ну, брезгливость. И я моюсь в душе, значит, и мой взгляд на пол падает. А там валяется ликопластырь. У кого-то отклеился. Ну, вот кто-то там пятку тебе, не знаю, подмышку, что он там, заклеивал кто-то. Он отклеился, видно, упал в душе. Я еще такой, фу, так, да. Ну, помылся, ушел. Ушел. Через день иду на тренировку. Опять в душ. Опять лежит там ликопластырь. А мне уже Господь говорил, что я душ убираю. Ну, то есть, это вот моя школа. А я сказал, ты что, я вот эту гадость. Какой-то залепил какую-нибудь бородавку кто-то себе. Или язву какую-то. Валяется. И я смотрю, ага, не убрали. Я думал, уборщицу уберут. Не убрали. Специально, видимо, это все Господь устроил. Я моюсь, и я слышу внутри, что Бог очистил. И я понял, мне одеваться некуда. Мне придется это взять. И я думал, пойду салфетку. Нет, руками. И вынести. То есть, есть что-то. Вот это вот, что-то подобное для меня. Вот этого вот касаться. Мне было неприятно. Карты, по сути, что это такое? Это система иерархии в действии. То есть, от чего-то слабого к сильному. Слабого его много, сильного мало. Все, как бы, ну, когда мы же играли. Это же у нас в культуре, в дурака. Представляешь, вот это проклятие, которое оно, вот, как сказать, ну что, в дурачка, в подкидного. Сели, там, трыньку, там, буру, очко, да. Вот это, и мы, как нация, через это приходило проклятие. И если бы меня спросили, а может как-то это прославить Бога? Я бы сказал, нет. Не, ну что вы, ну, куда уж. Как это же, карты прославить. Так вот, сегодня это прославит Бога. Вот это вот. Господь, я когда за карты эти думал, он мне снова напомнил, что он Кира называл своим помазанником. Языческого царя, который поклонялся не Яхве далеко, а каким-то своим идолам. И он говорит, я тебя держу за правую руку. Ты у меня орудие воинское. Тобою я поражал народы. Что-то, короче, идет какая-то революция в голове. Итак, может поэтому вот так он и избирает, чтобы сломать вот это понимание в голове. Вот так Бог может, а так Он не может. Он все может. И я, купив карты, я искал какую-то проповедь, готовились к стерилитамаку у нас на канале, чтобы пересмотреть. И я натыкаюсь, что было в начале года слово «все козыри на стол». Помните? А там 15 минут у нас на канале. И я включаю, я там говорю за карты, что если бы Господь сел играть в карты с дьявола, он бы его обыграл. Шулера этого дьявола, у которого тузы в рукавах, Господь бы его побил на его территории, его же оружием. И в этом было бы посрамление. Я думаю, слушай, уже были, уже, он говорил, значит, уже проще двигаться дальше. Итак, ну карты вершат многие судьбы. Есть люди, которые, ну, тут у нас есть непосредственно люди, которые пострадали из-за этого в своей жизни. Немало. Чья жизнь была вообще под вопросом из-за того, что вот с этим дело имели. Кому-то что-то нагадали, где-то что-то проиграл. И, вы знаете, через вот эти вот вещи дьявол творил свою волю. Я увидел, да, что за вот этими цифрами, за цифрами открываются картинки. То есть, вот эти все 9, 8, 7, а в других колодах там есть и двойки, тройки, вот эти, которые большие, такие покерные. Открываются картинки. И что такое картинки? Картинки это уже такие весомые, весомые карты. То есть, это что-то, что, ну, как сказать, оно даже отличается, если взять, да. То есть, здесь цифры, а здесь что? Образ. Здесь уже, здесь какая-то обезличенное что-то. Ну, 10 идей, 10 чего-то. То есть, здесь мы уже видим нос, глаз, мужик видим, да, мужик. Здесь, смотри, уже мужик с короной и с мечом. Уже появляется образ. То есть, чем выше, да, иерархия, тем сильнее образ. И чем ниже, тем все обезличенное. Такое вот, 9, нас 9. А кто вы такие? Мы Буби. Мы Буби. Кто? Что за Буби, да? Тут мы не видим ни короны, ни носа, ни усов, ни платья, ни штанов, да. Здесь что-то такое общее. Мы все святые. Мы все вместе. Мы все. И с одной стороны, да, Бог говорит о теле очень много последние годы. С другой стороны, бесы сказали, Иисуса знаю, и Павел нам известен. Смотрите, что сказали бесы. И Павел нам известен. Павел нам известен. Иисуса знаю. А вы, да, он говорит, а вы кто? Мы черви, да, черви. Ну вот то, ребята, держитесь, не обижайтесь. Сейчас, вот, все постепенно. Итак, время, когда... То есть, я получил пророческое слово. До сих пор мозги они говорят, что ты делаешь, да? Время, когда на смену цифрам приходит образ. Когда на смену количеству, цифрам, числам приходит образ. А образ всегда сильнее любого количества. То есть, если... Это опять же, тут надо иметь пророческий склад умов, мозгов, чтобы это разуметь. Есть момент, когда церковь гналась за цифрами. Сколько у нас людей, сколько мы провели того, сколько просмотров на ютубе, сколько лайков, сколько денег, сколько мы провели, покрестили, евангелизации, покаяли. Сколько, 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 сколько раздал трафтатов ты, да? То есть, мы шли за цифрами, за количествами. И вот в этой вот сфере, чем больше цифра, тем сильнее, естественно. Сколько у вас, значит, 500. О, 500. Людей в церкви. А у вас 5. Ну, как бы. Иди гуляй, да? Но появляется образ, да? Слушай, тут еще не всякий образ хочется в руки брать. Образ, да, появляется. И он лупит любое количество. И он, он превосходнее. Он, как бы сказать, это другой уровень. Я увидел, что вот в духовной иерархии, когда мы говорим, что начальство и власти, это уже уровень образа. Это не уровень. Начальство и власти не боятся количества. Давайте будем сейчас 5 часов молиться. И они не боятся этого. Давайте сейчас мы 50 тысяч церквей откроем в Симферополе. Они не боятся этого. Их этим не взять. То есть, у меня может быть 10. Это лучшее из всего, что можно иметь вот в этой сфере. Сколько у вас? 10 тысяч человек церковь. Вау. А начальство и власти, они смотрят, их нельзя. То есть, даже самое низкое начальство вот этого духовного мира, эту сферу, это, ну, как бы начальство, властей, на них это эффекта не оказывает. Пока там вот что-то безличностное. Пусть этого много. Представляете, у тебя, у него там, значит, валет и дама, а у тебя 10 тысяч десяток. И ты ничего не можешь покрыть. Он один выступает и прогоняет любые десятки, любые количества. Ой, у нас такая большая церковь, наверное, мы сейчас сильны. Если в этом, ну, сейчас вот образ, да. Цифры, что такое цифры? То есть, образ сильнее цифры, образ сильнее количества. Цифры это методы, принципы, где все и все похожи. То есть, вот здесь все похоже. Вот здесь мы как те, мы как те, а вы как эти, и мы поем так, и мы так движемся, а вы так движетесь. А инкаунтеры, а рип-центры, а рип-церкви. Знаете новый вид? Рип-церкви есть. Есть рип-центры, есть церкви, а есть рип-церкви. То есть, а вы так, ама, почему? И вот в этом всем, вот, это все здесь вот внешний двор. Оно работает, безусловно. То есть, у кого-то рип-церковь на 10, у кого-то на 2, да, ну, разные бывают. Но, тем не менее, это все одна плоскость действия. Но, когда мы чувствуем, а мы сейчас хотим бросить вызов какому-то князю, допустим, князю над Крымом, и мы говорим, эй, ты, бородатый, убил дедушку лопатой, да, иди сюда. А он, 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 это не его уровень. И потому, что если он придет, ну, да, памперсы нужны будут всем десяткам, девяткам и двойкам. Итак, начальство и власти – это носители образа. Это другой уровень. Это другой уровень взаимодействия с духовным миром. То есть, там уже по каким-то принципам не работает. Мы не можем начальство и власти изгнать путем семи принципов духовной войны или там восьми принципов освобождения от внутренних ран. Надо пройти тебе курс ТОТ, надо пройти курс СОЗа, курс этого ВОЗа, школу духовной войны, школу духовного выживания. Это все внешний двор. Глубина, то есть, там, где все как бы, ну, понимаешь, 50 человек пришло, они проходят одно и то же. Каждый что-то, конечно, по-своему берет. Но вопрос образа – это вопрос уже, кто ты конкретно? Куда ты конкретно послан? Кем конкретно Господь тебя назвал? Не просто мы все тут святые, мы все верующие, мы все братья, кто ты? И это приводит к тому, что появляются границы. Не просто везде и все, я могу молиться о чем угодно. Это вот в продолжении Сонма. Появляются определенные границы посланничества. И я знаю, что есть сфера, куда я послан, да, вот там какие-то, я не знаю, там есть пики, да. И я с ними и имею дело. Я не лезу в те сферы, где у меня нет полномочий. Петр там был послан к кому? К евреям. А Павел к язычникам. И они это конкретно понимали. Они конкретно знали, что этот там, этот здесь. Нам не надо лазить везде и во всей бочке затычка. То есть появляется образ, появляется такая специфика и личность появляется в этом всем. Апостольский уровень. Это вот уровень вот этих образов. Образов. Где в духовном мире уже не знают школу Христа, а знают Сережу Куценко, знают Олега Кутылевского. Знают, да, Рому. Рому, да, знают уже поименно. Потому что когда мы говорим, да, десятка там, шестерка, да. Да, шестерка будешь, да, мне не привыкать, да. Шестерка. Нормально, спокойно, тихо, ни на что не претендую, если что там на погонах могу побывать. Как бы, да, уже. Вроде, да, десятки. Вот мы где-то там, где ты? А я вот здесь, вот он я, видите, с краю внизу левый, слева. Это я. Ну, понятно. Но с начальствами и властями уже так поговорить не получится. Павел и Сила. Конкретно. Два имени. Меч Господа и Гедеона. Не просто меч Господа и все. И его народа. И Гедеона. Вот почему-то Гедеона он взял и вытащил. Ему нужен был Гедеон. Иисуса знаю и Павел. Во имя Иисуса, которого Павел проповедует. Мы знаем. Валет, да. Король мы получали не раз. Вы кто? Мы шестерка бубей. То есть, это апостольский уровень. Именно это. Вот если посмотреть, да, вот эти все. Берем там, вот к примеру, там пики, да, пики. Пики. И вот есть они. Сейчас. Слушай, это ж надо вспоминать все. То есть, есть, да. А тузы ж тоже, да. Но тузы это вообще отдельная история. Да, есть пики. Есть пики. И есть основание. Вот это основание царства. Вот это. То есть, вот это все не имеет смысла. Вот основание. Если мы находимся в игре. А игру можно сравнить с войной определенной. И мы знаем, что сейчас вот территория войны. Ух, я это во сне уже видел, представляете. Вот территория войны. То мы будем хотеть иметь вот это. Потому что, если я имею это, я имею основание победы. Я знаю, что бы там ни было. Было такое, сидишь с козырями всеми. И ты знаешь, смотришь на них сверху вниз. Ржешь. Говорит, да чтоб вы мне не предложили. И я уничтожу любое. Потому что я уже победил. Это такой вопрос времени. Но если у меня там есть какая-то вшивенькая шестерочка одна. И ты сидишь, боишься, чтобы кому-то не походили. Это все. Конец. Конец. Это основание царства. То есть, разбомбить царство можно только уничтожив сильных. Сильных. А сильные это образы. Почему написано, вы носили образ перстного, носите образ небесного. Образ зверя. Дана была власть. И всякому, кто не примет образ и начертания, не смогут жить нормально. Образ. Победивший зверя и образ его. Образ. Человек не может не носить ничей образ. Все, что мы можем, это быть либо цифрами. Вот в общей массе где-то там, вот я тоже, где-то я там тоже был. А ты кто? Я там был. Я из-за школы Христа. Нет, понятно, что ты из-за школы Христа. Ты кто конкретно? Я Исхаиль. Знаете, мне иногда говорят, слушай, звонят, говорят, мы Исхаили. Что с ними делать? Я говорю, я не могу отвечать. Но человек говорит, я Исхаиль. Ты знаешь такую Дуся Петрова? Она говорит, я Исхаиль. Я говорю, не знаю кто. Конкретно образа нету никакого в голове, не возникает, что за Дуся, как она выглядит. Поэтому, когда мы на сонме где-то раз пересеклись, пообщались, что-то вместе сделали, уже появляется образ. И когда говорят там, Ирина Христова, я говорю, знаю Ирину Христову. Знаю. Что там с ней дело иметь можно? Можно. Но осторожно. Ну, к примеру. Можно. Почему? Потому что я понимаю, о ком речь. Поэтому то, что мы со Школы Христа или из Трансформэшн Центра, это ничего не говорит еще. Ничего. Это не значит, что я такой же, как Шаповалов или Кузьмин или Крюковский. Я закончил Школу Крюковского. Ну и что? Ну и что? Ну это вот пятерки, шестерки, да, неплохо. Надо идти дальше. Ни одна школа не даст нам образ. В образ, знаете, ну как бы это ни звучало смешно, в него входить надо. Знаете, вот вошел в образ. С чего все начинается? С вхождения в образ. Когда я пришел играть в американский футбол, мне дали шлем и каркас. Я одел, я в образе был. Я себя сфоткал, мне так понравилось. А когда начали лупить, я понял, что надо входить в образ. Не просто ты там одел и уже вроде как ты футболист американский. Пока ты не это. А потом приехал, ну я как-то делился, может что-то не слышал. Приехал с Америки, ни из НФЛ, ни где-то. Вот с какой-то там вот средненькой команды. Американский футболист. И когда его попросили тренироваться с русскими, с лучшей командой в Москве, он даже не одевал защиту, потому что они настолько слабые были для него, что он их бил телом своим, без шлема, без каркаса, ему не было проблем. Насколько уровень другой был просто. Поэтому, ух. Итак, мы можем обладать любыми цифрами, но цифры бессильны перед образами. Долгое время церковь гналась за цифрами, количеством, числами. Но в новом времени все будут решать носители образа. Вот, вот кого будут искать. Где валет? Где король? Где, ну, дама, извините, тоже никуда не денешься. Где они? Где эти образы? Где туз козырный? Туз, это я даже туда залазить не хочу, это отдельно. Это опять, это все в нем, это все во Христе. Видите, как бы вышли в образ, а потом опять в него. И там одно, один. Да, вот на тузе там одна вот эта вот эмблема. Все в нем, пока большая. Туз в себя все вместил. Вся власть, вся сила, весь авторитет. В нем. Напишут, сравнил Иисуса с тузом козырным. Да, сравнил, он сам себя с ним сравнил. Я что, буду. Я не дурак такие вещи сочинять, а потом, да. Мало того, что люди наговорят, еще перед Богом отвечать. Не, 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 извините. А для него, понимаете, мы думаем, мы Бога обидим вот этим сравнением. Он расстроится и с нами разговаривать не будет три дня. Да он смеется, он говорит, когда вы поймете, я это услышал, когда вы поймете, что для меня ничего нет невозможного. Я могу через карты. Кто-то говорит, вот карты, хорошо, хоть не карты Таро взяли. Я их не видел лично, ну, в руках. Но то, что я видел на картах Таро, там одни образы. Там нет уже цифр. Там каждая карта, это же, ну, оккультизм чистой воды. И, опять же, сразу скажу, никого не призываю это купить, не вносите это в свой дом. Я это вот только для дела. Потому что через это Господь решил открыть какие-то духовные глубокие вещи через вот это, не очень подходящее для мозгов христианских, ну, предмет. Ой, только не играйте в это. Итак, долго, так, носители образа. Финальная битва – это битва образов. Образ зверя и образ Христа в нас, который мы понесем. Знаете, чем отличаемся мы от любого колдуна, от любого демона, от любой демонической системы? Мы – козырные карты. Мы – козырные. Почему? Потому что наш Господь – козырный. У нас масть козырная. Поэтому немощное человеческое, Божье сильнее человеческого. Просто если мы в это не верим, да, нас и чмырят постоянно. Я верю, что когда начнет, а когда открывается в нас начнет его, что такое образ? Это грани его характера. Где-то он открывается как пастырь, где-то как воин, где-то как лев, где-то как агнец. Мы несем какую-то грань его образа в себе. Те, кто не имеет образа, будут терпеть поражение, какими бы количествами они ни обладали. Образ во многом… Опять же, я же не говорю, давайте тут все сейчас под карты подведем. Нет. Это, как сказать, это трамплинчик. На самом деле, это все мы отложим в сторону. Это просто для наших мозгов, чтобы было понятие. Это как песни сектора Газа, которые мы поем на служении. Кто бы мог подумать, да? На городской молитве ответственные мероприятия. Собираются пастора, собираются люди со всех церквей города. И Господь говорит, спойте песню Джимми Хендрикса. Джимми, Джимми, колдуна этого вуду, который вызывал на сцене. Поджигал гитару и вызывал духов. А мы одну песню его там переделали. Я говорю, да вы что? Ну, я говорю, вы что отец, сын, дух святый, вы что? Люди ж не поймут. У меня была надежда, что не все знают Джимми Хендрикса, слава Богу. И мы ее спели. И потом подошли какие-то люди, говорили, Джимми Хендрикс в гробу перевернулся. Я говорю, ну, он не знал, что его песни будут служить. А Бог, то есть это вот, вот, это меч Голиафа, который взял Давид. Меч Голиафа. Если мы, да, сейчас сядем тут после служения, раскинем в дурака, тогда мы в проблеме, да. Или я тут сяду, погадаю немножко. Господи, там, ну, разложи уж как ты, чтобы мне понять. Нет, тогда это уже мы попадаем в плен. Но покуда это прославляет Бога, покуда меч Голиафа в руках Давида, плохо только одному. Са-та-не. Представляете, сатана всю жизнь читал это его. Вот сюда вот эти мерзкие христиане нос свой не сунут. Они этого боятся, как огня. На, слава, прикоснись. Не, 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 отойди от меня, нечистый. Он как бы и рад был, что мы боимся. Смотришь, карту подкинули мне под порог. Все прокляли. Это же все, все. Вот с чего все. Мы перестанем этого бояться. Мы там подкинут карту. Мы скажем, где там даму пик подкинули. О, аллилуйя. Идем на новый уровень. Класс. Спасибо, Господь. И пошел. Смотришь, дьявол, он с ума сойдет от этого. Во благо Господь обращает. Во благо. Я не знаю, что будет дальше, но он рушит. Я верю. Дело не в картах. Это не то, что давайте осветим карты. Нет. Нам они не нужны. Дело в том, что наши мозги имеют вот эти вот ограничители. Искусственные. И оно мешает не только тому, что я не прикасаюсь к картам и боюсь к ним прикоснуться. А ко многому большему, что Бог хочет дать. Но наши мозги скажут, нет, это оккультизм. Нет, это колдовство. Нет, это шаманы. Нет, это не от Бога все. Почему? Еще он, помните, использовал какие-то методы колдунов. Как рассказывают вроде. Плюнул, сделал брение, помазал глаза. Это что, где-то из Писания он взял. Где-то заповедь была. Так делали целители вот эти народные. Представляешь, выкатал яйцом. Представляешь, думаешь, как это вообще возможно? Забрали хлеб у бабок. Нет, я шучу, конечно, но все может быть. Ничто не должно единственное превращаться в методы. В методы. Уповать на методы. Все, это время прошло. Сейчас вы узнаете три секрета, и вы начнете преуспевать. Экономический прорыв просто обязательно обрушится на вас. Это уровень цифр, чисел. Образы. Я вижу здесь, вот здесь вот я вижу много суеты. Вот здесь. Много мельтешения. То есть, а где, может быть, у бубей лучше, или у червей. У червей, говорят, сейчас пруха идет. А у крестей крест, крест. Мы же это же как бы крест. Давайте все туда сейчас метнемся, к крестам. И вот это вот метание. То здесь, да, здесь уже, вот этот самый модный, да? Да. Такой, да. Мне он всегда в детстве нравился. Все время хотелось, чтобы он мне попался. Такой какой-то он неформал. Король такой, да. Пора, пора. Здесь же уже есть спокойствие. Вот в этом вот. Здесь уже видно, что человек знает, что он тут сидит. У него символ. Держит, да. Скипетр, владычество, спокойный взгляд. Он уже смотрит на всех этих крестей, червей, бубей. Уверенно. Он знает, кто он такой. Он ждет своего часа. Когда-то такое было. Идет, идет игра. И вот мы же не выкидываем их с первого хода. Не-не-не. Что выкидывается в первую очередь? Шестерки всякие. Шваль, да? Шваль скидывая. Ну, неприятно это слышать, да? И вот приходит момент, представьте. И вот выходит на сцену уже власть, сила. И люди говорят, вау. Тут уж крыть нечем. Тут уж надо принимать, да. Надо уже признать превосходство. Образ так. Образ во многом это характер. Если здесь, вот возьмем, да, сейчас, где еще одна десятка. Смотрите. Здесь все похоже. Вот сильно, скажем, ну, кроме цвета, различий нет. Вот есть церкви один в один. Вот смотришь, как под копирочку сделаны. Ну, просто в одной церкви там пастор черный, второй белый, так, к примеру. Ну, все очень похоже. То, когда идут на сцену образы, все-таки здесь уже есть разница. Смотришь, этот такой, смотрите, да, вот какие они все-таки. Такое уже черты лица. Этот такой, вот, модный. Этот такой серьезный. Пиковый. На пику только так. Даст в пику. Это характер. Цифры не сильно были привязаны к характеру. По сути, если есть, вот есть служение, где неважно, какое у тебя сердце. Ты пришел, свое дело сделал, это может сделать так же любой другой. А внутри он может быть гнусный человек. А он может быть какой-то вот паршивый такой, ненавидит всех. Но он свое дело знает. Что нужно сделать? Три раза отче наш. Там, десять раз присесть. Вот так сделать. И все. Сможешь? Это я могу, это я могу. Повторяй за мной, да. Раз, два, отче наш. Это вот сфера. То здесь это уже не то, не то. Здесь уже не прокатит. Как связать демоническое начальство над Крымом? Сегодня это один способ. А завтра это уже будет другой способ. Завтра уже то, как мы тогда, когда-то связали кого-то и победили, не пойдет. Не пойдут никакие методы. Хоть заорись, хоть закричись. Хоть этих колеев навбивай. Не будет работать. Почему в пророческих действиях так важна вот эта чувствительность? Что где-то надо бить в кол, а где-то не надо ничего вбивать. Где-то надо три часа молиться на языках, а где-то надо слово одно высвободить. Это уже немножко другой характер битвы. То есть, и вот если эти все вещи, это не сильно привязаны к характеру человека, это внешний двор. Но образ, он мы, знаете, когда мы входим в образ Господа, мы начинаем отражать его в этом. Не только в действии, но в отношении, в взгляде на все, в восприятии всего. Какая ответственность. Вот это уже подделать невозможно. Вот если вот здесь я могу еще там с другими, там, да, вот 12 друзей Оушена, и я вот там с ними где-то. Помните, как я сказал, ноги поднял, и тебя занесли в зал. То есть, вот здесь я еще за компанию. Мы там на Соми такое качали. Ты конкретно что качал на Соми? Ну, я там со всеми, там, ооо, Рома как дал, там, как дал, как дунул. И я дунул, и мы все дунули. И так было круто. А потом его отделяют одного, да, в сторону. И смотришь, ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё. Он когда вот вместе что-то еще из себя представляет. Массовость такая. Знаете, что самое тяжелое было в американском футболе? Один на один. Вот когда один на один тренировка шла? Вот есть, знаете, когда одиннадцать на одиннадцать, там ты как бы уже со всеми вместе. Вроде ты пропустил, но вроде не так. Но когда вот один на один надо было перетолкать или там сбить кого-то, всё, тут уже твой характер выходит. Или трус, или нет. Или ты испугаешься. Или у нас были такие, но их выгоняли из команды, потому что он боялся. Вот надо, просто вот была тренировка, разбежаться друг в друга и врезаться с разгону. Ну, вот такая. Вот тут уже ты не спрячешься за кого-то сбоку. Ой, я там не заметил. И были кто и боялись это делать, и им говорят, сдавай форму, уходи. Зачем ты нужен на поле? Ты так же испугаешься потом на игре и пропустишь его. И ещё, когда вот эта шла толпа на толпу в матче, всегда как бы, знаете, ты с кем-то... И вот моменты были, когда ты бежишь, и соперник один, никого нет вокруг. И ты понимаешь, вот сейчас выяснится. Вот сейчас, а он злой бежит. Девай, сейчас будет больно. Ну, значит, и я буду делать больно. Бау! Вот там уже образ нужен. Там нужен характер. Заканчиваем. Только образ может противостоять образу. Вот это противостать не сможет. Если мы говорим о начальствах и властях, властях демонического мира, кто может противостать им? Это апостольский уровень. Только носители его образа. Не так за компанию, не то, что мы все во Христе. Знаете, вот эти вот общие такие фразы. Мы все посажены. Мы все апостолы. Все мы тут апостолы. Все мы воины. Все мы сильны. Все мы, 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 мы. Это, да, это все так и есть. Но ты, кто в этом всем, в этой кутерьме. Когда, вот кто, помните, ходили вы на наши игры, вот Сережа, помни, да? Кто еще вот на Тавров. У нас был Сережа. Номер какой, помните? 22. Запомнили. Почему? Да потому что в ключевой момент все на него смотрели. Потому что все знали, что если мы, вот Сережа вытащит нас. Это был характер. Все смотрели в этот момент, так, все играем так, Сережа, ты несешь мяч. Мы все чистим тебе дорогу. Ты должен пробиться. И Сережа, там на нем пять человек висит. И он, говорю, бежит с этим мячом. Бам! Потому что, ну, я помню на тренировках, в него было больно врезаться. Я один раз руку выставил, думал его поймать, так чуть руки не лишился. И я больше ее не выставлял никогда, когда Сережа бежал. Когда кто-то другой бежал, выставлял, выставляешь, ложишь человека. Но Сережа руку не выставлял больше. Что-то аж заболело. То есть все образ только может противостоять образу. В решающей битве на сцене будут самые сильные и божьи, и не божьи. Это будет битва образов, битва царств, битва сильных. И мы знаем, кто победит, потому что мы такие козырные. Но это не значит, что это будет легко. То есть это уже личностный уровень. Цифры – это общественный, образ – это личностный. На уровне образа ты точно должен знать, кто ты, к чему ты призван и куда ты послан. Не просто мы все призваны нести Евангелие по всему миру. Это вот внешний двор, общий двор. Конкретно твоя часть в этом несении Евангелия. Что ты есть? Вы знаете, мы сейчас с Рэбой общались, и мы понимаем, приходит понимание, что у всех разная функция в том, что мы делаем. Кто-то едет в Иерусалим, становится там на Сионе и держит поднятым жезл. А кто-то, извините за такую вот простоту, оплатил билет ему, чтобы он туда прилетел и там жил неделю. Знаете, есть кто-то, кто финансирует, кто-то, кто молитвы покрывает. А есть те, кто идут впереди на острие вот этого вот ножа, копья, не знаю, как его назвать. И когда это все, когда каждый понимает свою функцию, начинает работать. То есть идет, мы, опять же, ну как бы заканчивая чем? Есть вот, я картежником никогда не был, не могу сказать. Ну как бы поиграл, конечно, ну там в детстве. Но есть же хитрые такие, умные, которые все просчитывают, все помнят. Есть люди, которых не пускают в казино, знаете, такие есть люди. Их не пускают почему? Они способны в уме держать все карты, что были и вышли. И когда их просекают, им запрещают официально заходить, потому что они обыгрывать начинают в казино. И таких людей не пускают официально, им запрещен вход пожизненно. Потому что он слишком умный. Казино для дураков, там надо, чтобы человек не варил ничего. И есть люди, которые такие умные, держат все, и они как как будто все идет по их сценарию. И мы говорим, даже удача на их стороне. Мы говорим, прет ему, да, везет, смотри, везет. Даже вот этот дух, который за этими картами, с ним. Так вот, когда мы увидим, я же говорю, когда закончится эта партия. Конечно, эта партия не в карты, потому что там души человеческие на столе. Мы будем восхищены, как Господь все продумал. Как даже, казалось бы, наши поражения в итоге послужили. И знаете, я на днях что думал? Ну так, готовлюсь к стерлитамаку, какие-то записи читаю, что-то там отмечаю себе. И наткнулся на одну запись интересную. У себя. Ведь одна из главных черт вообще Божьего характера, который мы видим в Библии, это милость. Ну, то есть, он очень часто говорит о себе, как о милующем. Вовек милость его. То есть, сколько раз это повторяется. То есть, это не такая, как вот целитель, да, там пару раз, ну, немножко это использовало. Но милость, это, это как бы превознесено даже в Писании. Так вот, смогли ли мы, люди, узнать его милость, если бы Адам не согрешил? Конечно, нет. Зачем бы нам нужна была его милость? Если бы мы были, ну, полностью святые, непорочные и никогда не делали ошибок. Ну, уникальность вот Божьего замысла, я говорю, что, я еще не понимаю до конца, зачем, почему вот нужно было человеку упасть, вот, отпасть от Бога. Всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Ну, даже в этом всем выбор человека вообще определяет его судьбу. Но, тем не менее, мы увидим, как в конце, представляете, он берет, вот как вот игра, да, заканчивалась такая, триумфально. А это тебе на погоны, да, сатане. Именно самое возьмет слабое, немощное и его просто унизит в конце. Бам! Все ж козыри были у меня вроде бы в руках, как меня так облапошили. То есть, Господь, Его премудрость явится, мы увидим, как в нашей жизни случайностей никаких не было. Мы не роботы, нет, мы, но все содействует ко благу, любящим Бога и призванным в Его изволении. Спасибо тебе, Отец, за то, что ведешь нас от славы в славу и от силы в силу, разрушая все религиозные барьеры, которые еще где-то давлели и препятствовали широте твоего движения в нас и глубине. Мы благодарим тебя, что ты сносишь эти ментальные твердыни. Мы не знаем, что нас ждет, но мы доверяем просто тебе, Отец, и знаем, что тот сын, который просит у тебя хлеб, никогда не получит змею. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты ведешь и направляешь нас. Мы же твои дети, мы твои служители и мы твои рабы. Наша цель, наше желание, наша страсть – это исполнять волю твою, пославший нас, Отец. Любим тебя, поклоняемся тебе. Дай нам, как церкви, входить в твой образ, нести грани твоего образа, тем самым делая известной твою многоразличную премудрость начальством и властям в небесных сферах. По твоему предвечному определению, то, что ты определил, исполнится, то, что ты помыслил, состоится. Тебе вся слава, Вседержитель, суверенный в своих делах, в своем выборе, Господь. Тебе вся слава, Отец наш, сущий на небесах. Тебе вся слава, Господь наш и Бог наш. Во веки. Аминь. Итак, за цифрами начал появляться образ, за количествами и числами начинает появляться образ, начинает появляться просто это другое хождение, это другой подход ко всему. При этом мы будем оставаться телом Христа. Но разговор с начальствами и властями возможен только на уровне образа, ношения его образа. И если мы несем его образ, мы будем сталкиваться с образами других. Просто начальства и власти, они сейчас возрождаются, они начинают лезть со всех щелей. И, возможно, даже то, что эти карты сегодня здесь на эфире у нас, да, вот мы держим, это говорит о том, что нам не надо вообще бояться их знаков, их знамений, их символов, их каких-то, ой-ой-ой, только не произноси, не произноси это, не надо, замолчи, я боюсь, вдруг проклятие придет. Мы туда не должны лезть своевольно, но нам не надо бояться этого. Тот, кто в нас больше, того, кто в мире. И мы увидим его царство, его царство, его как Господа, как короля, как власть имеющего, перед которым склоняются. Поэтому, когда мы видим, да, вот это вот, сейчас возьму, ну, чтобы уже по-христиански все сейчас. Где он? Вот он, да, вот это сердечко, это же ближе, да, нам ближе, христиан, сердечки. И какой-то такой дьявольская пика, да. И вот они сталкиваются, и этот склоняется, да, когда у тебя, а ну, слава, на тебе. А у нас вот козырь. И ты выходишь, отвечаю. И он раз и поклонился, и этот поклонился. И ты такой, говоришь, тебе вся слава. И в туза вошел. И в конце уже грядет наш Господь со тьмами ангелов. На, и конец. Все в нем. Аминь. Ну, вот такая вот история. Открылась. Почему карты, я же говорю, не знаю. Ну, знаю в том смысле, что это что-то с мозгами, которые должны освобождаться от страха перед этим. Спасибо. Спасибо.